я хочу попробовать латте джоли понк мне это правда нравится это хорошо попробую это это очень вкусно ладно я удивлен верно я не знал что у меня есть скрытый талант я о это вкусно нам нужно это отмыть следует ли мыть это водой нет мы все еще можем его использовать я сделаю это я сделаю тебе злой напиток у нас остался только один стакан ингредиенты практически одинаковы для любого напитка у нас здесь много очков верно у нас есть еще один блендер могу я его использовать да конечно все что ты хочешь чтобы ты не чувствовал я сделаю тебе действительно злой напиток после этого никто не выживет во-первых клубника и банан заканчивают все не только банан но не удивляйся это шокирует не удивляйся попробовав это у нас здесь три человека до двое могут упасть в обморок выпив это обморок после питья где мороженое мороженое у меня это на штанах ах на штаны прям ай прям на штанах где где там вот штаны это одни из твоих любимых штанов если бы это были мои туфли вчера купил туфли я не покупал новые штаны посмотрим я смешаю выглядит хорошо что ты положил туда просто клубничное молоко мне нравится сочетание идеально у меня есть название для моего напитка какое опа опа да что это такое я это сделал это сок опа да ты что опа это как опа укороченная из апельсина и ананаса а вот это камера не фокусе фактически мы много выкладываем я думаю нам следует удалить некоторые у нас было сгущенное молоко я знаю сгущенное молоко я не ем сахар верно его там многовато я хотел приготовить кофе вручную кофе это не просто это просто я научу тебя нам нужно его измельчить кофейное зерно вот так а ты налей кофе хорошо это здесь я хотел добавить еще потому что ингредиенты казались слишком простыми а разукрашивать не надо украсить растеряй пожалуйста хорошо вместо chill 6 его нужно перемешать Удивительно, правда? Смотрите. О, удивительно. Выглядит действительно хорошо. Что-то плещется. Извиняюсь, почему я тут? У меня здесь пятно от мороженого. Наклони голову. Немного больше, больше. Еще нужно перемешать. Отлично. Растери его, растери. Кофейная мания любит капельный кофе. Правда? Они делают это дома. Не думаю, что я мания. Я пью кофе без кофеина. Не думаю, что мое тело хорошо реагирует на кофеин. Действительно? Я понял, что мой желудок не чувствует себя хорошо, когда я принимаю слишком много кофеина. Это может случиться. Меня тошнит. Поэтому я пью кофе без кофеина. Как его пить? И его удастся выпить оттуда? Тебе стоит попробовать. Подожди, пожалуйста. Это сложнее, чем я думал. Как мне это выпить? Ты профессионал в области декора. Верно. Король украшения. О, страшно. Я думаю, это форма пончика. Верно. Это сложнее, чем я думал. Этого достаточно? Дай-ка подумать. Думаю, это сработало. Дай мне это. Да, стоит попробовать. Я видел здесь чашку. Что это? Нет, чашка для капания. У нас есть чашка для этого. Вот это? Могу я налить это сюда? А, итак, выложи это. Налей кофе. Это больше, чем я думал. Достаточно? Да. А горячая вода? У нас есть цветок для украшения. Это яблочная мята. Я впервые это вижу. А, что? Разве это не сама чашка? Я был так удивлен. Положи это там. Действительно, я думал, это сама чашка. Правда? Я был очень удивлен. Это беспорядок. Я думал, что это чашка. Это то, что ты мне сказал. Я не очень разбираюсь в капельном кофе. Так что, у них есть кофе внутри чайного пакетика. Поэтому все, что вам нужно сделать, это налить воду после того, как вы положите его в чашку. Выглядит красиво. Покажи им. Похоже, вы увидите это впервые. Я хочу поехать на Гавайи. Покажи это вот так. О, верно. Подними немножко вверх. Почему это так легко? Можно добавить еще кофейных зерен? Может быть. Больше кофе. Это то, как заваривают кофе вручную. Это больше похоже на ячменный чай. Имеет цвет чая кассии. Чай ячменя. Были бы те, кто действительно любит кофе. Они используют электрическую кофемолку. А правда? Да, есть. Электрические кофемолки. Я назову его гавайский апельсиновый ананас. Апельсиновый ананас? Гавайская опа. Как вам это нравится? На вкус апельсин и ананас. Ничего особенного, кроме этого вкуса. Просто вкус смешанного апельсина и ананаса. Мне любопытно, что это. Попробуй это. Думаю, Ви это понравится. Тут так много работы. О, мне это нравится. Как оно тебе вкусно. Готово. Так пойдет? Если Джей Хоу подкроет кафе, я не собираюсь там работать. Клиенты будут ждать. Они просто уйдут. У нас готов капельный кофе. Капай, 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 капай. Фокус камеры пропал в тот момент, когда ты схватил бутылку с водой. Верно. Фокус отсутствует. Камера не фокусируется. Я думал, это потому, что у нас такой свет сверху. Подождите. Нет фокуса. Нажми там. Оно вернулось? О, понял. Хорошо. Так мы делали это с размытым экраном? Нет, он то размывается, то опять фокусируется. Скажи фокусу, чтобы он лучше работал. Эй, работай лучше. Давай попробуем. Дай мне соломинку. Мне любопытно. Попробуем, давай. Я попробую это, а потом попробую опа. Хорошо. Я подготовлю опу. Кофе капельного типа это... Капает как лекарство. Что-то застревает, когда я пытаюсь его выпить. Это должно быть кусочки клубники. А, это действительно вкусно. Я не могу пить сладкое. С этим можно пить. Это потому, что я состарюсь. Я не хочу есть что-нибудь сладкое. Я никогда не любил сладкое. На вкус как ананас и апельсин, правда? Да. По вкусу похоже на то, что мы пробовали на Мальте. Верно. Я должен это продавать. Но я не знал, что напитки в кафе такие простые. Это просто, но я не умею делать простые напитки. Подай мне газировку. А, газированная вода? Вон там, внизу. Я хочу попить. О, ты принёс это для себя? Да. Я думал, ты что-нибудь сделаешь. Это выглядит хорошо. Стоит ли это пить? Давайте почитаем несколько комментариев. Окей. На полке стояли какие-то приправы. Яблочная мята. Мне нужна была яблочная мята. А она была здесь. Я знаю. Это фитотерапия. Я видел, как что-то назревает. Да, вкус здоровый. Дай мне попробовать налитый кофе. Окей. Можем ли мы прочитать некоторые комментарии? По вкусу напоминает пропитанные кофейные зёрна. Это как если бы фасоль окунули в воду. Как будто кофейные зёрна в этом купались. Давайте уберём это с дороги. Давайте посмотрим на комментарии. Сколько людей к нам присоединились? О, почти 7 миллионов человек. Я знаю, так много. Итак, всем. Открылось кафе Young Sun BTS. Приходите и посетите это кафе. Сегодня наряд J-Hope. А, как всегда, очень стильный. Это шляпа. Реакции не очень хорошие. Похоже, он терпит неудачу. О, это проблема. Никаких комментариев типа, а напиток там хороший. С момента открытия кафе прошёл день. Но если вы видели всё, что произошло, трудно что-либо сказать. Если вы просите хозяина поздравить вас с днём рождения, он мог это сделать, но... J-Hope. Сделать что-то непросто. Я налил пить чай. Не могу пить кофе, так как это меня беспокоит. О, кофе заставляет моё сердце биться быстрее. Раньше я любил кофе. После операции я на время перестал пить кофе. Через 2-3 недели я попробовал ещё раз. И меня тошнило. Кофеин был слишком сильным. Было подтверждение по принципу «купи один, получи одно». Верно, была сделка. Я попробовал, и моё сердце забилось слишком быстро. И меня тошнило. Так продолжалось весь день. Понимаешь? Нельзя слишком много пить. По крайней мере. Да, я чувствителен к кофеину. А в чае нет кофеина? Чай Errol Grey с высоким содержанием кофеина. Я должен пить без кофеина. Сейчас я не употребляю кофеин. Я вижу много комментариев. Множество комментариев на английском. Кофе или сок? Кофе или сок? Кофе без кофеина. Окей. Кофе или сок? Для меня сок. Кофе без кофеина на самом деле не отличается на вкус от обычного. Я бы тоже выбрал кофе. Что касается кофеина, я видел статью «Объём продаж потрясающий». Я имею в виду кофе без кофеина. Но я чувствую, что в напитке без кофеина чего-то не хватает. А Армии спросили нас, какой фиолетовый напиток вы можете придумать. Ммм, фиолетовый напиток? Черника? Нет, нет. Вы знаете это? Знаете чай с молоком? Сделай и выпей. Для Армии. Я сделал это. Апельсиновый ананас. Апельсиновый ананасовый сок. А как это называется? Это называется мороженое с клубникой и бананом. Клубника, банан. Хорошо, хорошо. Это гавайский апельсиновый ананас. Это действительно вкусно. Я бы порекомендовал вам это. Настоятельно рекомендую. Хорошо. Клубничный джем. Пригодится клубничное варенье. Если в молоко положить клубничное варенье, такое домашнее, домашнее клубничное варенье, домашнее клубничное молоко получится. Да уж, это хорошо. Дайте мне это. Дай мне вот эту чашку. Одноразовую. Да, вот эту. С клубничным вареньем, которое разносят в кафе. А дай мне клубничное варенье. Клубничный джем. Да, там наверху вот этот. Клубничный джем. Варенье из клубники. добавьте клубничное варенье в молоко это будет клубничное молоко приготовить клубничное варенье действительно просто что такое тапиока с кокосовым молоком кокосовое молоко ой много вышло для каждого хватит а это для армии молоко вы предпочитаете молоко с низким содержанием жира или цельное молоко цельное молоко должно быть лучше на вкус а вот это обезжиренная хочешь нет я не собираюсь его пить обычно я употребляю меньше сахара окей я выбираю только нулевой напиток последнее время этот бренд не выпускает никаких продуктов мы больше не модели этого бренда я видел как кто-то другой снимался для него а правда да и мне стало грустно это грустно тебя это расстроило так что это такое это клубничное молоко цвет немного не тот а мне добавить еще дай мне попробовать а я должен добавить еще но те кто работают в кафе не могут его пробовать они руководствуются своим опытом я знаю а что если он невкусный они не могут это попробовать но тогда люди не будут ходить в это кафе как тебе ты собираешься его использовать мы не можем управлять кафе верно дегустация они не видят что здесь происходит верно им нужно увидеть как ты его разливаешь надеюсь мы сделаем немного сока как например поскольку это венг сани думаю мне нужно добавить пол бутылки консервов попробую это в нем так много всего все должно быть внизу разве это не нужно смешать не думаю что это смешано и после того как вы его смешаете как это будет называться как распространение как она будет что ты имеешь ввиду брожение брожение нет как она все смешается внутри я не знаю но это плохо перемешано но почему это странно на вкус нет тут вообще без вкуса да без клубничного вкуса а может раньше у нас было слишком много сладкого это могло быть так у нас было слишком много сладкого и теперь нам все безвкусно но этот чехол выглядит красиво неплохо как 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 как